значит тут вопрос у меня такой возник и 17 сегодня у нас девятнадцатая позавчера ты меня потерял тут уголь привезли я вышел ладно тебя спросил надо помочь и граждане надо ну я пошел прогуляться и там стройку отсюда видать 16 этажей 15 это я толком не мог посчитать они в одном месте выше в другом ниже но я там за все-таки попал во время обеда и там на самую верхоту залез все-таки а последние пять этажей перил нету лестнице а снег там топтался на ступенька то я думаю как сейчас покачусь и далеко покачусь ладно сверху залез а ты в это время звонишь едет к нам а владыка митрополит сюда вот с батюшкой то ну я говорю я тебе же пока слезу пока сниму я съемкой занялся там показать город красивый как красиво смотрится вслез пришел а его и нет батюшку заснял ну а вчера следующий день я подумал что я там когда снимал то вокруг я не снял меня хота показать именно стройку просто величественное здание огромное раз сотни там несколько сот квартир будет у меня впечатление такое может меньше но я вчера опять поволохся туда в ту сторону но и походил теперь мысль дальше продолжается зайти выше а потом думаю так а рядом там мост дойду я до моста там полкилометра не будет но я на мост залез и с места и этот здание сфотографировал я находился вчера вернулся довольны не очень так сильно занят а в это время у меня тут события нет за неделю аппарат ставит молотит у меня работа идет церновки и подойдешь а вечером я почувствовал что уже все ноги отдохнули и думаю встречу ка я тебя с работы когда-то я надежно васильно так снимал пошла зачем ну в первую очередь мне пройтись надо во вторых почему-то подумал что я скоро уйду от тебя тебе меня не будет и ты хоть что-то вспомнишь я тебя встречал думаю один идет опасно маленький такой мужик любой его обидит а взял с собой аппарат в карман его поставила но и тут недалеко тут ну сколько на километра может быть два полтора дошел я 4 от улицы комсомольский перешел максима горького и дошел до ленинского проспекта центральный бывший раньше московский назывался а ветер дует я куртушку то надел но слабенькую то меня продувает я думаю тут надо ходить все время зашел за ограда как заворачивается на этот на ленинский то тебя нет вы думаете я пойду туда а ты можешь другой стороны откуда-нибудь не думаю тут уходить не надо на углу но я стою уже азиап туда-сюда туда-сюда выгляну опять не то чего ж так долго ты его сегодня нет и вдруг ко мне подбегаешь ты вот я хотел это узнать как на дальше то я я ничего не понял как ты собраться я оттуда пришел из дома ты из дома ко мне прибежал первую очередь я никому не сказал дальше уже темно было и как никто меня думаю не видел я там запер на на клюшку избушку и вдруг ты а то меня сразу первый вопрос как ты мог узнать что я здесь а ты говоришь так это не все несколько давай вот машину садись за вами машина приехала я глянул какая машина такая за правду машину подогнали брат игорь губунов то на залез машина вы еще мне не объяснили вот я тебе объяснил примерно как но я в этом ночью вставал когда молился и сейчас и все размышляю в этом что-то есть вот это как вы меня наши даже то что я пошел за все время это первый раз чтобы до ленинского дойти и встречать не поймешь кого встречать то более в опасности как мог узнать по порядку ничего не упусти вот я вышел из дому обернулся никого нет я иду иду еще дошел туда я обернулся нету тут как вы меня нашли как узнали что я именно там и что меня дома нету как узнали расскажи я работал и игорь добунов по пути заехал за мной на работу забрал меня плюс там на работе стекла отдали большие сейчас возле складывали ну на дали игорь барбашу барбашу что передали да это не наши не наши это в потеряевку так его никуда не надо стекло пусть и ставить здесь вот и это мы ехали и через ленинский переезжаем и где-то где профсоюзный дом это за валером там за ближе вот примерно в этой в этом местности смотрю вы идете по это по тротуару то я игорь добунова вон грудь началось что-то идет а иду я где по какой улице по наше поползного да вот и груди профсоюзный дом то ну где этот перед валером то вон какой-то профсоюзному ягод сейчас мне это разворачиваться стеклом опасно где можем уронить я хоть и держал стекло но все ноги давай получим и довезем его до места там выгрузим и потом поедем за ним лет и узнаем но вы поняли куда я иду да у меня игры у меня мысли такая что он пошел меня встречать потом был один из вариантов что может кто-то его позвал опять кто бы его позвал гру встречать уже все-таки пожилой человек ну игорь где-то так и сделаем доехали до ограды в ограду я занес все эти стекла выгрузили и мы с ним обратно поехали он как меня еще время есть чтоб мало же за марина ездит вечером на работу в этот государственного но это 6 час был да вот время у меня есть так что поехали и все стекло выгрузили поехали за вами он готовит он остановился метров за 10 до вас где ему беззади подойди говорит я таки сделал но мудрецы но тут вот что у меня это вы могли бы не подъехать понимаете вот как все состыковалось а то чтобы у меня не увидели достаточно было одной минуты и меня уже тут вы не увидели бы за минуту я бы не переваривались ноги на ноги это стараюсь маленько шагать вот как это все состыковалось и как вы решили что еще рановато марину встречать и вы ко мне подошли а мне это все размышления я все вспоминаю как вот об этом пишет там жак лондон я у них считал такое вот они потерпели корабль кораблекрушение и они на плотике остались они съели все что можно было у них не было и волосы нету пить нечего и как и и вот уже закат солнца и они решили флажок сделать чтобы вы увидели их нашлись какая-то там куртка или что и они ее на палочку на установили больше не вдруг видят идет корабль корабль идет мимо полным ходом их далеко не видать и кого там они там на каком-то плотике даже не на шлюпке то но молятся верующие в этом смысл вот и их увидеть уже никак нельзя но вот тут такие совмещения не и ручает что это она на наш на мышку на документальной основе вот я счет эту сши да нет нету вы просто вниз опустилась опустилась вот где виноват вот и там вышел к священник какой чего там и дыхал на палубе и взял там молитва слов свой и читал сидя считал лесом в ту сторону где там где а корабль то поднимается то опускается и там плотик поднимается опускается а за ними туда дальше это в сторону запада солнце прямо к горизонту подошло и у него вот дальше начинается но это то и то другое тут понятно но далее уже непонятно я подумал на вчерашнее событие у него молитвослов упал на пол на на палубу то и он его поднимает он опустился глаза поневоле поднялись и он увидел солнце она не слепящее когда уже закат если и на фоне солнца какой там участок там это время плотик этот подняла и он увидел плотик и смесь смешилась там что там у них куртка или что-то и наша опустилась тот этих он сразу потерял он закричал человек за бортом но сразу затормозили шлюпку и вшли на шлюпке матросы поехали генгат вот на солнце на солнце какое ну там кабель этого 1 может быть ну сколько но расстояние там миля и вот они туда приехали там еще нет это же они на день нет в это время волна гнала там погода почти тихая была но поднимала и выше ну зыбь такая была и они мы давай кричать есть ли кто а куда кричать то темнота уже пока остановилась пока опустили а те не могут ответить мы слышим они рядом у нас только шепот идет говорит бога связки то все пересохла и никак это вот чтобы поднялось и и солнце было это сотая доля секунды секунды вот тут поднимается этот поднимается и в это время солнце что было как раз и он взглянул и надо чтобы это упало в это время он бы не смотрел книгу то смотрел и смотрел а так она упала на было ли это не было в действительности но если он придумал то это талантливо придумал но может быть такое я вчера и подумал вот не такой конечно экстраординарный но все-таки пошел никому не сказал никогда не ходил никогда ни разу надежда васильев встречала тебя еще встречать а вы говорили еще эту племянницу свою встречали а это другом месте другой меня племянница жила но она родная племянница училась она в училище там какой-то швею и про и прочее ну ладно она там садится трамвай рядом прямо где-то и какому времени я уже знаю а я обычно если я заперся никому не открываю ночь кончилась если у меня кто-то пришел в гости ты должен прийти домой чтобы коснулся порога солнца в это время горизонта не позже иначе уже не выпущу опасно попутно сказать у меня один здесь был он сам бывший зэк и пойду домой я говорю лёша не ходи опасно и тем более идешь таким темным районом да нет я тут уж дорогу лишь не ходи вот как душа тряслась и он наткнулся на этих трое ребят с ножами его разделе и он ягод плакал просил у меня ребятишки горт еще не подрос что-то счет а у нее еще не было я ему яблоко дала не взяли это яблоко его говорит там откусили об забор бросили опнули и он пришел домой говорят раздеты я же тебе говорил я же тебе говорил его здесь точно так же я ее встречаю открываю дверь схожу я жил на никите на 147 квартира 1 она она с партизанской я дохожу до храма по улице салковского поднимаясь и трамвайной пути и она тут слазит я встречаю я не буду называть имена но такое дело родная племянница я встречаю друг узнаю она меня обманывают узнаю другим путем в это время парень знакомый то есть он сын нашей прихожанки и он ее увидел и подъезжает не на интервай в машине где все-таки интересно она его знает не опасается и он еще там плохого не было но дело в том что он ее привозит после этого на это она видимо раньше уходит там с учебы катается с ним и они не просто так катались а мать все пожелали ее иметь с женой и снохой я ничего не знаю она ходила на занятия по физкультуре и надо было девать там трико или что-то я узнал его спротивился если такое будет то что училище придется покинуть на мне никак нельзя ну мы пошли с отцом акимом пришли к директору там поговорили он был да какие вопросы пускай в платье будет на лишь бы было какие отребуется отметка то есть мы заботились о ней а она нас обманывала она воспитывалась не у меня мое воспитание касалось она одно время была жила тут и не желание она мать ее даже так сказать и вот здесь свадьбу сыграли все как положено и вот как интересно на обмане не строится у меня начались конфликты с свекровью и очень серьезная она жалуется одна это жалуется другая стирай говорю тебя стирать сливного нигде нет она сняла мать говорит и этот шланг который она у забросилась то ли специально или как чтобы ее угнетать она у них живет они не прописывают то ли за квартиру больше платить как так она теперь член вашей семьи и в конце концов это выразилось а он как безразличный много играл проигрывал денег в этом здесь вот какие-то игры за деньги что-то в интернете то и получилось так что она ушла от него дай мне поймай ее ладно даю ну ладно уж поля иди сюда ко мне иди поля иди иди пикаешь и дошло дело до развода и теперь ко мне претензии я говорю скажите как вы ее достали эту вы ее своровали она у меня жила училась училище не кончила бросила специальности теперь никакой у нее нету вы ее своровали так мы думали это вот она у нее такие дяди батюшка и я причем тут дяди то но и дескать она такая уже будет но вы то с ней то могли маленько по-другому то она не у меня воспитывалась но она не такая как дядя но вы-то ее угнетали дальше к кончается тем что она уехала другое место ребятишек забрала ребятишек суд видимо был ей вот к ней его не допускают она вышла замуж за какого-то зэка которого одна душа назвала добрый самарин подобрал а теперь он ее бросил и а в это тоже обвиняют дескать жена где-то он ходит к нам этот человек сходит и как вы можете принимать к вам ходит это те которые за нее за женскую породу то я говорю ничего не нарушает он очень отзывчивый он ничего но он член вашего они член нашей общины соглашенными выходит и он когда даже на занятиях там фотографии с университете все пишут а он никогда не писал ничего ну и мы когда ездили в миссионерские поездки в одной он был теща же сама посоветовали он вот хорошие ездить и вот задний ход давать он что передним то задним едет он мне понравился и когда еще не обратишься у тебя к нему он всегда поможет но они на меня сильно огорчились и потом сюда собрались значит его дядя дядя это значит родной брат его мать матери еще сестры вот в этой комнате сидели и мы записали не снова решили подавать в суд он должен платить воприк алименты теперь добивается чтобы детей ему отдавали то но я говорю ладно давайте обсудим вы дайте слово что больше подавать не будете вот от суд который вы решили ну не первый раз уже идет и суд не на вашей стороне если он был безукоризненный там проще как-то видимо можно было строить у батугина михаил это ему присвоили тимошку то они и жене так и здесь да согласны но здесь мы провели беседу у нас ролик стоит 10 и сутка решил не в его пользу они опять начали туда но вы же давали и слова это записано все и видимо давай подавали я уже дальше не стал следить вижу обман идет обман у него тут авария большая где-то это спят или специально подставили когда едут кто-то машину подставляет чтобы стукнули а потом с него это высчитывают ему нужно была характеристика я помню что-то я какое-то участие меня пригласили что-то еще ты не помню уже о том что я его знаю знаю для меня он хорош но он деньги занимала никому не отдавал деньги это жалоба была у кого-то взял и он ко мне обратился срочно что-то ему надо иначе пение я дал эту друг говорят он уезжает такую-то республику я сразу к нему и деньги на стол и меня не касается ты обещал уже сроки все прошли верни деньги другими отдала мне он отдал вот эти вот всякие разные совпадения вот это вот все я ты говоришь встречал я вот я ее встречал они у меня жили там две девушки на квартире ну как на квартире за всю жизнь ни разу ни с одной человека ни одной копейки не взял а вставать таранов 4 40 то ему спать охота но встанем утренние молитвы совершим псалтырное чтение поклоны и они обе ложатся спать это это можно было но молитва должна общая быть вечером в любое время молитесь сами и ложитесь спать или вместе помолимся но утром это объединяющее начало если этого нет мы все побросим у них еще больше не было там вот такое дело да я встречал ее ходил вылазил на улицу но это редко теперь-то редко тогда я каждый день встречал и господь хранил а что пошел тебя встречать тут у меня несколько поводов было первое доставить тебе приятное во вторых самому удовлетвориться дорогой побеседовать что-то оставить память я тебя тоже встречал а получилось то что мы вам сюрприз сделали они надо вы мне больше сюрприз сделали вот я это хотел даже записать тебя попросил спаси христо что не отказался нужно научиться видеть в ничтожном в малом полезное драгоценное и господь говорит сделай как мои уста уста господни они самые незначительные что-то где-то было смотришь какое-то событие это но никакое и притча там вот матфея 13 33 самая короткая притча христа женщина взяла заквастку три меры муки царство небесное при том понятное и все это надо вот жизнь наша такая маленький но надо во всем не то что маленькая незначительная так сказать никакими выдающимися делами но в этом надо что-то увидеть что именно ну когда как вот у меня были тут как-то вот в этой комнате где мы сейчас сидим несколько священников ночевала приезжали там сюда люди я могу рассказывать разные истории вот о священниках я говорю знаете у меня просьба помолись завтра мне деньги нужны какой-то том выкупать предоплата была оплатить то сейчас на 100000 допустим или а где ж такие у меня нету ничего нету а как понятие ну как молитесь так в этом то есть мысль что я вера уверенность в невидимом но помолились только легли спать попозно первые час ночи а я всем говорю звонить только до 9 вечера после 9 стационарная телефон был у нас уже личное дело начинаем молиться тут в личное время не трогать помогла тут уже легли первый час я внутренно недовольство как бы говорил сколько раз я только заснул а я засыпаю мгновенно 45 секунд я уже уснул и вдруг звонок алло алло это россия да на россии россия барнаул вот беда барнаул а вы то кто дай мы из америки звоним из сакрамента о было там но еще так у нас дядя умер его звать климент думают а им нет и какое дело но мы сейчас скажем помолитесь так и есть помолитесь но мы вам написали почему говорят где храм во имя климента там особенно бог слышит за климента климента за владимир владимирский там я говорю нет это у нас лагерь климента анкирского в честь его по новому 6 февраля память его так вот это все равно и что но мы решили вам деньги выслать деньги а когда по western union а вы уже утром получите на я тогда братья и мать его священники у меня тут лежат на нарах на этих ну на палатах сказать я их говорю давайте благодарим так а вы знали не знал никого нет никого не знал да кому молились но молились ответ они даже этого не знают живая молитва живому богу живой ответ вот и совсем не знали сколько надо понятия не имею и будет только только надо вот понимаешь как другая книга я объявил всем ну никто не на 38 книг а денег то нету и каждый раз вот такая вот история я объявил говорю денег надо 50 тысяч не хватает я сказал здесь молчок утром рано звонит одна сестра могу даже сказать любовь николаевна и и говорит я вам сколько надо я говорю 50 а 45 возьмете у меня нет больше игры и в это время звонок по мамильному я так ты трубку только не клади я положила трубку рядом и я вручат перезвонит так алло и звонит мне главный банкир алтайского края это вообще не просто так так игнатий тихонович я вот тут хотел сказать такое дело надо поговорить он интересующийся такой так я за мою машину пришлю я не успел еще сказать он все готова дело я за трубку трубки звонок у меня не 45 или 50 все кончилось ничего нету конечно я вышел а у меня тут миндальный вкус растет миндаль я три ветки зачем я сломил их я тоже не знаю и в сумку положил эту зеленую свою его машина там автобус целый меня подцепили а заходить с той стороны и там часовые он говорит нет мы заедем с этой стороны он заходит там ну для их специальное видимо и там сидит военный или какой там сейчас не помню махнул рукой диска со мной и к нему довел меня ну что я вас довел на это это чудо что ну к нему заходите туда а у него приемная два секретаря сидят тому больше моих комната вместе взяты это а сидят два секретаря я вытаскиваю по веточке миндаля это и каждый говорит о символ бессмертия благодарю вас что вот вы так ко мне относитесь я когда обращаюсь что-то помощь на детский лагерь и помогает того заходите заходить он вас ждет а уже лежу люди толпятся здесь я к нему зашел а ну все я ему достаю последний третий сломил только 3 веточку миндалей даю я говорю это символ бессмертия а он говорит так у меня же сегодня чего я вас позвал то день рождения а я чё ну просто хотел поговорить я ему тогда он и книгу новая у меня вышла перед предыдущая я ему даю он и открыл о книге я посидел посидел на величал и город знаете что я тогда пойду сидит да подожди тут как раз мой вопрос финансовый вопрос и он мне отвечено вы понимаете это для меня какая это когда он насчитал все а секретарь заходит и назвала его и говорит полный говорит банкиры со всего края съехались поздравлять потому что он главный а я не знаю районы банкиры там и кого только не было подождут так вы вот это вот писали начинает меня говорит вы понимаете что это такое то так нельзя ответить он как бы подбивает меня к тому чтобы я себе не приписал это но я понял какой смысл а мне говорят вы узнаете с ним он еврей еврей тем более удивительно что евреи он не помогал не раз а я ему говорю сейчас все скачу торопись а мне надо деньги сегодня вносить то у меня и не нету ничем да вы что вижу он там свой большой такой шкаф сейф головой залез что-то копается оттуда вылез и мне на стол по пятерке красненькие такие ассигнации 5000 покидал все забирайте все без задачи ну я взял в карман положил он не знает и я не считал дома посмотрел 50 ровно вот понимаешь першить там как пристали не знал другой случай первую книгу издаю церковь свобода тюрьма стихи денег нету ну как она болела и у нас сестра надежда павловна югоренко девичья фамилия торбеева очень хорошая и вот она была у меня вечером ягоды не ходи останется да нет я домой пойду не ходи на улице скользко нет домой она пошла и на остановку упала упала и сломала руку и у нее пошла нехорошая болезнь и дальше захватила грудь раковая яха последний параллелая когда уже она прям совсем плохая я говорю я вам наказываю как только ты пройдешь мытарство она испобедовалась соборовалась ты книг кори чудотворство мерликийскому подойди у него есть такое качество бедным помогает там узелки золотом подкидывает пусть бы мне подкинул маленько мне вот скоро 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 через месяца полтора уже выкупать книгу первая еще не знал как и в церкви сказал молитесь она умерла то дня через два и но дальше то что все спрашивают она молится нет там я не знаю но я и наказал она сказала помню буду говорить молись и я верю что она сказала не конечного творца и вот накануне ей 30 40 дней по мытарствам душа идет накануне 39 кажется было или 41 что-то такое меня спрашивает ну хоть какой то ответ если вы никакого как же так и вдруг звонок я открываю дверь стоит молодой человек здравствуйте я такое дело вы говорят сильно деньгами нуждаетесь да у него маленький саквояжик с собой так я вам сейчас дам денег но одно условие чтобы никто никогда не знал что я у вас был он не один у них там сообщество и видимо знает что есть люди ко мне не расположены и все рассчитывает деньги я беру даже с остатком было дальше больше чем требовалось я в этот же день но экспресс такая есть маркер экспресс газета там статья была помощь того света вот я в этом рассказывал где-то и вот это все полностью вот я насчет денег где вы деньги берете от господа вот куда-то ехать это надо было вдруг сразу звонок вы едете куда-то да вы говорите деньги на книги ищите книги уже не издаю но насчет а истрате евро и что ну я вам 100 тысяч посылаю проходит какое-то время другой 200 тысяч я на поездку это вам на поездку я стою и чтоб крупные были у меня всем дается по тысячи а я стою в кассета где там пошел в банке то думаю где в огонь в этом в машине то и вдруг она на меня посмотрела убрала свои эти тысячные и начала считывать мне по 5 даже какие какой величина сигнации даже это бог учитывает вот я вчера все это подумал как у меня наши вот это для меня было чудо и нашли и встретили я бога прославляю господи слава тебе бог еще господь иисус христос вчера сегодня и вовеки тоже но спаси христос за встречу